Другим темам сегодня православная церковь отмечает День памяти святой великомученицы Варвары. Работники горнодобывающей отрасли считают ее своей небесной покровительницей. В этот день принято поздравлять студентов горняков. В Забайкальском государственном университете сегодня награждали лучших из них. Почетных гостей праздника ветеранов горнятского дела в Забайкальском государственном университете встречали стоя. Опасной и нужной шахтерской профессии они отдали десятки лет жизни. В Зале – будущее поколение горнодобывающей отрасли. Они еще студенты, но уже полюбили свою профессию. Это очень интересная и ответственная работа, профессия. Очень опасная, я бы сказал, потому что был на производстве, на предприятиях, уже смотрел сам. Одно из предприятий, которое принимает студентов на практику, а также обучает производству целые студенческие строительные отряды – Приоргунское производственное горно-химическое объединение. Мы считаем, что обязательно совместное взаимодействие между предприятием, горнорудным предприятием и учебным заведением, которое готовит на сегодняшний день специализированные кадры для нашего производства, для производства всего Забайкальского края – это очень важно. На уранодобывающем предприятии считают важным и материальное поощрение студентов-горняков. Вот и на праздники несколько молодых людей получили от ППГХО именные стипендии. Традиционно денежные премии вручают лучшим учащимся горного факультета. Среди них Валерия Чернышева. Она уже пятый год осваивает специальность обогащения полезных ископаемых и вторичного сырья. Учится только на отлично. Привлекает тем, что эта профессия перспективна, и она в дальнейшем котируется. То, что по ней можно очень легко найти работу, в принципе. Но еще самое главное, что это мне интересно, и я люблю, наверное, свою специальность очень сильно. Имена и стипендии – это 15 тысяч рублей. За отличную учебу, научную деятельность и активное участие в жизни горного факультета ее получили шесть студентов. Представители горнодобывающих предприятий отметили, что в дальнейшем будут рады принять их на практику и на работу. Татьяна Кладникова, Дмитрий Денисов, Вести, Чита.